Тренер юношеской сборной России по биатлону Алексей Антипов отправляет своих подопечных на огневой рубеж. В разгаре очередная тренировка национальной команды. Она проходит на ульяновской биатлонной базе «Заря-Улгу». 12 спортсменов не старше 16 лет из нескольких регионов страны совершенствуют свое мастерство в стрельбе и учатся быстро катить на лыжи-роллерах. Тренировочный сбор длится уже вторую неделю. Ежедневно по два занятия плюс интенсивная зарядка. Юношеской сборной России Ульяновск принимает второе лето подряд. Трасса тут соответствует этому возрасту подготовки. Нам сильно большие подъемы тоже не нужны. Здесь хорошая погода. Нет комаров, как говорится, если взять наши сибирские регионы. В это время сейчас очень тяжело с этим. Аккурат посреди тренировочного сбора юных российских биатлонистов застала непогода. Но даже в шторм тренировки не отменяли. Были очень веселые тренировки в этот ураган. Меня прям закалил наш дух. Нет, не страшно, неприятно, потому что некомфортные условия. Закаляешь все. А потом зато сейчас тренировки уже в таком плане, когда обычная погода, кажется, что уже все идеально. Анастасия Батманова, воспитанница ульяновского биатлона, уже может считать себя корифеем юношеской сборной России. В состав команды она вошла в прошлом году. Кроме нее еще двое сохранили место в коллективе. Остальные девять человек – дебютанты. Среди них внук олимпийского чемпиона Владимира Барнашова Владимир Лисин. Он на год младше других членов команды. Ему нагрузки меньше, но юный биатлонист старается поспевать за старшими товарищами. Конечно, хочется оправдать надежды. Хочется доказать свою фамилию. Что не зря сюда приехал. Что не зря тренирует здесь. Стрельба на рубеже и слалом во время многокилометровых лыжероллерных забегов. Тренеры сборной России Алексей Антипов и Игорь Охотников стараются разнообразить занятия. Упражнения практически не повторяются. Большинство средств спортсмены в регионах не имеют такие средства, как, допустим, аквабалансы, акваподушки, на которых мы стоим. Все эти упражнения, они способствуют тому, чтобы повысить уровень координации и всего. И конец сбора показывает, что многое прошло в прогресс. Этот прогресс нагляден во время тестов по физподготовленности. На последних тренировках их выполняют на фоне усталости. Каждый результат заносят в журнал, а каждая попытка фиксируется на видео. Завтра биатлонисты разъедутся по домам, а еще через две недели снова соберутся в Ульяновске, чтобы провести еще один двухнедельный тренировочный сбор. Михаил Сашанский. Новости Ульяновской правды. Новости Ульяновской правды.